На моем канале мы рассматриваем дела, которые так или иначе влияют на нас эмоционально. Особенно тяжело, когда ищешь всю информацию, записываешь текст, монтируешь видео, используя фотографии людей. Которые закончили свою жизнь так несправедливо. И сегодняшнее дело не стало исключением. Если честно, оно тронуло меня до глубины души, своей несправедливостью, жестокостью и неким равнодушием. Мне захотелось рассказать о нем, чтобы каждый из нас, видя что-то подозрительное, никогда не оставался в стороне. Маркус Фазл родился 24 июня 2003 года в Миддлтауне, штат Огайо. Рос он в семье Дона Тревина с младшей сестрой Питчес и старшим братом Майклом. Все трое детей были от разных отцов. Все, кто знал мальчика, описывали его как замечательного ребенка, любившего жизнь. Он постоянно улыбался, обожал мыльные пузыри и цветы, которые росли возле его дома. В два года у Маркуса диагностировали аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности. Поэтому он начал посещать детский сад для детей с особенностями. И все вроде бы ничего, но то, что происходило за закрытыми дверями его дома, практически никто не знал. Донна, воспитывающая троих детей в одиночку, пыталась обустроить личную жизнь, часто забывая о детях. В сентябре 2005 года она вызывает полицию, причиной этому стало регулярное домашнее насилие со стороны ее парня. Прибывшие полицейские сразу обратили внимание на жуткий беспорядок. В доме стоял очень неприятный запах, повсюду разбросан мусор, а на теле Маркуса замечены кровоподтеки. Но по какой-то причине в тот момент они не придали этому никакого значения. Соседи и раньше замечали неопрятный вид мальчика, но все списывали на его активность и привычку везде лазить. В январе 2006 года Маркус выпал из окна своей комнаты, которая находилась на втором этаже. В итоге он упал на землю, каким-то чудом он не получил никаких серьезных травм, был лишь полез на подбородке. И снова никто не обратил внимания. Спустя три месяца после падения из окна, мальчика заметили блуждающим по улицам города, где его чуть не сбила машина. После этого Донна попросила полицию забрать у нее детей. Она осознала, что не может с ними справиться, и возможно это будет самым правильным решением в ее жизни. В мае 2006 года для Маркуса были найдены приемные родители – Лис и Дэвид Кэрролл. Они проживали в городе Юнион. У них было еще трое собственных детей, а также годовалый приемный ребенок. Лис очень тепло отнеслась к мальчику с первых минут их встречи. Она сказала, что Маркусу сначала было трудно и непривычно в чужом доме, но со временем он начал привыкать. Малыш наконец-то почувствовал себя нужным. Его кормили, купали, в доме было много игрушек. И на этом бы история закончится. Но нет. Поскольку мальчик имел определенные сложности со здоровьем, то социальной службе необходимо было навещать его раз в неделю. 3 августа 2006 года соцработница приехала к Маркусу. Она пообщалась с его приемными родителями, проверила, в каких условиях живет мальчик. Все было вроде бы нормально. А вот следующий визит 10 августа соцработницу в дом не пустили, сказав, что Лис плохо себя чувствует и что необходимо отменить встречу. Не заметив ничего подозрительного и даже не попросив взглянуть хотя бы одним глазом на Маркуса, женщина ушла. Спустя 5 дней, 15 августа, неожиданно для всех, Маркуса объявили без вести пропавшим. Лис позвонила в полицию и сообщила, что была в парке с детьми. В какой-то момент ей стало плохо, и она потеряла сознание. А когда женщина очнулась, она обнаружила, что Маркуса нет. В этот же день были организованы поиски мальчика с помощью вертолетов и поисковых собак. Большое количество волонтеров прочесывали парк и его окрестности. Неравнодушные жители города ходили с листовками по всем ближайшим районам. Но никаких улик или свидетелей, которые могли бы заметить что-то подозрительное, найдено не было. Полиция начала изучать всю информацию о семье, и тут скрылись очень неприятные моменты. Как оказалось, у Дэвида диагностировали биполярное расстройство. Он принимал много лекарств. Этот факт был скрыт от агентства, которое позволило им взять на попечение приемных детей. Также была скрыта информация о том, что Дэвид был арестован по обвинению в домашнем насилии. Правда, потом это дело было закрыто. Но если бы агентство проверило эту семью по всем правилам, то на них бы был наложен запрет на усыновление детей. Этот факт очень негативно отразился на репутации семьи. И в итоге, спустя неделю после исчезновения Маркуса, Лис решила провести пресс-конференцию. По поводу исчезновения мальчика. Она обратилась к общественности и попросила вернуть Маркуса или предоставить информацию о месте его нахождения. Все люди, которые были в тот день в парке, настаивали, что не видели тогда ни Маркуса, ни остальных детей. После того, как вскрыли все секреты Кэролов, общественность начала подозревать Лис и ее мужа. В итоге им предложили пройти тестирование на полиграфе. Результат проверки оказался не в пользу супругов. После полицейские начали опрашивать знакомых и соседей Кэролов. По словам друзей семьи, Дэвиду не нравился Маркус. Его раздражало, что столько внимания уделяется ребенку. В какой-то момент он даже начал ревновать свою жену к мальчику. После очередной ссоры по поводу ребенка, Дэвид ушел из дома и поселился у некой Эми Бейкер, которая периодически помогала им с детьми. Лис умоляла его вернуться. Он согласился, но поставил условия. Либо Эми живет с ними, либо он уходит. На удивление, Лис согласилась. Но даже после того, как они помирились, Дэвид все еще продолжал недолюбливать Маркуса. Ведь маленький ребенок, который, ко всему прочему, был с особенностями, должен был получать больше внимания. Общественность ополчилась на Кэролов. Лис пыталась защитить себя и мужа. Она говорила, что очень любила мальчика и относилась к нему как к своему ребенку. Она плакала, пыталась активно помогать в поисках. Но это не давало никакого результата. После того, как стало известно про Эми Бейкер, ее вызвали на допрос. Сначала она рассказывала ту же историю, что и Лис. В итоге ей предложили пройти проверку на полиграфе. Когда стали известны результаты тестирования Эми, ей и Лис приказали явиться в суд для дачи показаний перед большим жюри. Они решили заключить сделку с Эми и дать ей иммунитет, если она не имеет ничего общего с исчезновением Маркуса. В итоге Эми заговорила. Оказалось, что она, Лис и Дэвид 4 августа отправились в Кентукки на несколько дней, чтобы отдохнуть с семьей. В последний момент Лис сказала, что не хочет, чтобы Маркус ехал с ними. И вместо того, чтобы попросить кого-нибудь посидеть с мальчиком, Лис и Дэвид завернули его в одеяло, обмотали скотчем и заперли в своем шкафу. 6 августа они вернулись домой и, к их удивлению, обнаружили мальчика мертвым. Но тогда приемные родители не растерялись и вместе с Эми сожгли тело ребенка. А после отвезли вокруг Браун, штат Огайо, и оставили на заброшенном участке. Лис подтвердила слова Эми и добавила, что они не собирались причинять ему боль. Никто не ожидал, что ребенок умрет. В тот же день останки Маркуса были обнаружены. Полиция считает, что в тот день, когда мальчика оставили в шкафу, завернутом в одеяло, температура в помещении поднялась до 45 градусов. И в итоге ребенок умер от обезвоживания. Это был Маркус Файзл. Что осталось от Маркус Файзл? Что осталось в этой кубе. И кто это сделал? Она сделал. И знаешь, они говорят, что вы не воспринимаетесь таким животным. И знаешь, что она не воспринимаетесь? Она взяла с ней. Она взяла с ней. Как и обещалось, Эми предоставили иммунитет. И в итоге освободили из-под стражи. Лис Кэррол были предъявлены обвинения в создании угрозы для детей в непредумышленном убийстве и даче ложных показаний. Она была приговорена к 54 годам лишения свободы. Дэвиду Кэррол были предъявлены обвинения за жестокое обращение с трупом, непредумышленном убийстве и даче ложных показаний. Но поскольку он пошел на сделку со следствием о признании вины, а также у него были психические расстройства, его приговорили к 15 годам тюремного заключения. Несмотря на то, что Эми Бейкер смогла избежать наказания, она попала в тюрьму в 2009 году за незаконный оборот наркотиков и была приговорена к двум годам лишения свободы. У агентства по уходу за приемными семьями, которое поместило Маркуса с Лисой Дэвидом, была отозвана лицензия. Суд проходил очень эмоционально, всех переполняла злость. Никто не мог поверить в то, что можно так ужасно обойтись с трехлетним ребенком. Приемные родители, вместо того, чтобы дать Маркусу все то, чего у него не было с родной матерью, отняли у него самое важное – жизнь. Как вообще можно было додуматься, усыновить ребенка, который тебе не нужен? Если бы социальная служба более тщательно выполняла свои обязанности, то у малыша появился бы шанс на новую жизнь. У меня на этом все. Эмоции, если честно, переполняют. Делите своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok